Бывший главврач раньше отвечал только за свою поликлинику, а теперь работает со всеми медучреждениями города и области. И месяца еще не прошло, как Анатолий Блинов заведует Кировским фондом социального страхования. Мне позвонили 4 сентября, это была пятница, в 7-м часу вечера, и сказали, что у вас в понедельник в час дня представят коллективу. Вот мои чувства какие были. Я вообще ничего не успел. 11 сентября, в пятницу, мой день рождения, я попрощался с коллективом. Вот здесь мне отметили день рождения, так просто поздравили символически. Вот подарили вот этот самый корабль. И там уходил тоже корабль подарили. Море законов и нормативных актов в социальном страховании Анатолию Николаевичу уже по колено. В системе разобраться успел, да и коллеги новые помогают освоиться. Вера Николаевич, пусть заходят во все. Переход на новую работу совпал с переходом на уплату страховых взносов. С 1 января единого социального налога уже не будет. И задача фонда донести эту информацию до населения. Здесь снова была брошюра, которая дал фонд. Но ее немножко поправили, изменили ее, сделали так. На совещании решат, как более доходчиво объяснить работодателям новые страховые принципы. Чем грозит неуплата взносов, исходя из чего будут начисляться пособия. И в каких случаях работнику возместят утраченный заработок. Все. Все, все. А рабочий кабинет это еще и общественная приемная. Здесь по средам управляющий становится депутатом. У кого в доме перепланировки, грязный двор или незаконное выселение, идут сюда за советом или помощью. Я для чего пошел в депутаты, так уж просто говоря, да, для того, чтобы мне было легче работать по основному месту работы. То есть все равно уровень, общение уровень. Руководители, я сейчас многие знаю, я спокойно захожу в кабинет, разговариваю, объясняюсь. А если бы без этого, это было бы намного сложнее. А это дворовая площадка на Герцена 1А, один из примеров помощи депутата. Жильцы-активисты написали проект и выиграли грант от территориального управления. Но той суммы было недостаточно, и тогда пригодились депутатские деньги. Кому помогать, ведь просьба, особенно бытового характера, бывает очень много. Анатолий Блинов выбор для себя сделал. Надо помогать тем, кто сами активно что-то делает своими руками. И денег, которые нам дают, это ничтожно малая, толика того, что можно было сделать. Лучше, конечно, объединяться и делать какие-то такие значимые объекты, чтобы более веселым был вклад, чтобы люди видели, что деньги потрачены зря. Будучи главным врачом поликлиники, Анатолий Блинов решил, как распорядиться средствами на выполнение депутатских заказов. 400 тысяч рублей потрачено на ремонт и новое оборудование. Сейчас намного лучше стало, чем раньше было здесь в кабинете. В центральной поликлинике Анатолий Блинов проработал 30 лет. 6 лет хирургом, остальные 24 года главным врачом. А недавно его пациенты стали и его избирателями. И хотя в сентябре Анатолий Николаевич работу поменял и ушел в соцстрах, в поликлинике он частый гость. Ну, вроде бы как здесь все родное, все, так сказать, будем говорить, как бы все сделано моими руками, так сказать, при помощи, конечно, сотрудников. И как бы вроде я уже как бы не здесь. Вот такое чувство какое-то интересное. До своей поликлиники еще не все сделал. Остались долги. Обещал операционный стол и вентиляцию в лабораторию. Александра Букарева, Алексей Стахеев, Бюро новостей Дайвича.